Всем привет! Сегодня поговорим о насущной проблеме фанкеров и джентеров, такой как соблюдение длительностей. Любому академическому музыканту в принципе ясно, что у нот есть не только начало, но и конец. А вот для рокеров, фанкеров и джентеров это не очевидно. Поэтому больше всего при работе с метрономом уделяется работа с началом нот, но игнорируется работа с их концовками. На самом деле этот баг фиксится довольно быстро, если быть честным с самим собой. Для общего понимания вещей предлагаю воспользоваться простенькой конструкцией в виде тресильо. Напомню как она звучит. Или в цикле. На самом деле можно использовать любую вариацию или мутацию клаве. Например. Да, их сотни. Но тресильо будет типичным фанковым или джентровым рисунком, в котором нужно будет соблюдать длительности. Типичное соотношение длительности и пауз в тресильо таково. Первая, восьмая. Далее шестнадцатая пауза. Далее шестнадцатая. Далее восьмая пауза. Далее восьмая. Протренировать это можно с помощью маятниковой системы игры на инструменте. То есть маятник у нас будет задавать пульсацию шестнадцатыми. Вот. Пропускать ненужные атаки в момент звучания ноты. И подглушивать, пропуская удары, паузы. Длительность восьмой. Та-ка-та. Соответственно, длительность шестнадцатая будет. Та-ка. Или наоборот. Ка-та. Вся конструкция тресильо будет звучать таким вот образом. Та-ка-та-ка-та-ка-та-ка. Есть два варианта артикулирования концовок ноты пауз. Это с перкуссией и без. Без перкуссии будет звучать, когда мы будем обрубать двумя руками ноту. Без всяких щелчков и перкуссивных моментов. И с перкуссией, где мы будем обрубать длительность ноты, щелчком медиатора, создавая ноту мертвяк. Два варианта. Без мертвяков. И с мертвяками. Соответственно, при игре трехголосых аккордов работает абсолютно та же система. С мертвяками или без. Нужна ли нам перкуссия или не нужна. Все зависит от специфики. Резюмируя все вышесказанное, у ноты есть не только начало, но и конец. Ладно. И конец этого видео. Все. Всем пока. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова